Микс Ньюс Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья Сегодня у нас в гостях Другой гость, не тот, которого анонсировали в течение всего дня Не Юлия Казанцева, музыковед и пианистка из Москвы Но человек очень близкий к Московской государственной консерватории Окончившей по классу скрипки Рижанин Алексей Колесников Здравствуйте, Алексей Добрый день Алексей у нас бывал уже в студии Мы рассказывали о музыке Буаха О сольных концертах И вот как раз в последнее время, можно сказать После ковидное время У Алексея очень много концертов в Риге И он открывает практически новый жанр Сольные концерты Это было во времена Никола Паганини Когда вы скрипку вывели в такой сольный инструмент Когда он мог озвучить весь зал И мог удержать внимание слушателей на протяжении всего концерта Мы привыкли скрипку видеть в симфоническом оркестре В камерных ансамблях И, конечно, как солирующий инструмент Но в паре с фортепиано или с органом Но вот именно сольная скрипка Мне кажется, Алексей как раз взрывает пространство Риги Своими концертами Алексей, как пришла идея играть именно сольные концерты И какой репертуар у вас? Скажем так, в двух словах Описывая подготовку к концерту сольному Я всегда стараюсь опираться на слушателей На зрителей, на гостей, которые приходят И очень обильные просьбы были по поводу того, что Не рассказали бы вы каких-то, скажем, исторических фактов о произведениях Можно касаться каких-то легенд Какой-то художественной литературы Просто немножко трансформировать жанр концерта И сделать такой просветительский творческий вечер Чтобы можно было больше рассказать о композиторах О народностях И вообще, в принципе, о скрипке Потому что, ну, человек-скрипач, музыкант Человек со скрипкой Я живу со скрипкой То есть в жизни вокруг меня Звук это, скажем так, для меня звук скрипки Это мое основное такое жизненное кредо Все, что звучит на скрипке Это я стараюсь сыграть От барочных композиторов до современного джаза Фольклорной музыки И касательно, скажем так, скрипки Индийской, армянской, еврейской скрипки Ирландской скрипки, американской скрипки Все, что можно связать со скрипичным звуком Это меня интересует Это я рассказываю на своих концертах Получается интересно Получается такой перформанс И одновременно вы рассказываете И играете А насколько это легко совмещать вам Потому что часто это как раз Юлия Казанцева Которая сегодня должна была быть у нас в программе Она делает такие мероприятия Именно рассказы Как она говорит, сказочница Интересные истории Уже из музыкальной литературы И играет на фортепиано Вот фактически вы то же самое делаете Только уже со скрипкой Верно Я стараюсь опираться на то Опять же, на гостей Есть такая возможность у зрителей И у меня, точнее у меня Возможность такая Идти на контакт, на диалог Со зрителями И тогда я чувствую В каком направлении Зрителям Что вообще интересно слушать То есть, если я играю Сонату Баха Потом партииту Баха Есть В этой структуре В этом жанре Есть части Которые Очень интересные Ну, старинные танцы Там алиманда Куранта Сарабанда Когда ты Играешь подряд Несколько частей Как бы непрофессиональным ухом Ну, как бы Вот эту разницу Ощутить Чем отличается Там курант От сарабанды Не всякий может Ну, во-первых Нужно почитать Про это Да, то есть Понять Структуру Ритм Вот, на концерте Можно про это Очень много рассказывать Про отличия Старинных танцев Про Композиторов Классиков Композиторов Эпохи Барокко Которые адаптировали Эти танцы Сделали из Народного фольклора Делали светские Классические произведения Которые часто имели В основном имели Такую Под собой основу Религиозную Духовную Основу Да, если брать Танец испанский Чикона Древний танец С кастанетами Совсем Таким Совсем Таким Лоском Испанской музыки Играцией И гордостью Можно себе представить Как Бах Умело Синтезировал Этот жанр Из народной музыки Превратив его Сделав Такое обрамление Сделав из этого Произведения Частное Произведение Которое Ну В современном мире И среди священников Тоже считается Как Молитва То есть это Духовное Глубокое Произведение А основа Это конечно Народный танец Испанский Вот такие истории Такая эволюция Жанров Очень Пользуется популярностью Среди слушателей Это такие истории Очень Влекательные Тем более Я показываю Это с ритмической основой Какой-то Можно сыграть Чикону В стиле Испанского танца Подчеркивая Первые сильные доли Да И ритмическую Такую пульсацию Древнего танца И потом Также Показываю Как Как выписал Это бах Со всеми Барочными Кружевами Таким Вариационным Таким циклом И Тогда Таким образом Я просто Демонстрирую Эту эволюцию Вот Такой Прогрессив Очень Когда у вас Ставится ближайший Концерт Где вы Рассказываете И играете Есть Очень понравился Мне В Риге Зал Названием Клока Рига Находится он На красу Та 12 Это такой Зал Зал-музей Исторический Такой Такие Апартаменты Где Показана еще Царская Латвия Да Как Такие Старинные Офисы Ну И При этих Офисах Очень Уютный Симпатичный С прекрасной Акустикой Зал Состоится У меня Концерт 29 Сентября Вечером В 7 часов Вот Концерт Я называю Свои концерты Моноконцерты Потому что Это немножко Как спектакль Такой Концерт Театрализированный Там я Играю Начинаю В смысле Концерт Отборочных Композиторов Играю Баха Много Могу играть Тельмана Могу играть Вивальди Выбираю Тоже Синтезирую Программу И перехожу К развитию Скрипки Развитию Музыкального Языка Музыкальной Формы К романтической Музыке К фольклорной Музыке К джазу И И к музыке Кино То есть Я играю Там Энио Мариконы То что Йо-Йо-Ма Известный Сыграл Целый Альбом Энио Мариконы Саундтреков Кинофильмов Разных То что писал Энио Мариконы Звучит Абсолютно Классическая Форма То есть Нет никакой Разницы Стараюсь я Это все Сделать Гибко Нет никакой Разницы Между Барочными Композиторами Музыка Кино Или фольклорной Музыки Показывая В таком Стиле Импровизации Что В общем-то Музыкальный язык Он Где-то все время Схож В разных стилях В разных жанрах Можно найти Что-то общее Основная Такая идея Так что Приходите 29 сентября 29 сентября Ну а что У нас В культурной Среде Будет На этой Неделе 27 августа В 19.00 В концертном Зале Артиссимо У Инны Давыдовой Выступает Максим Бусселс Вокал И Аустрин Калниндж Фортепиано И Программа Называется Майфани Валентина Это Хиты Со всего Мира Джазовой Музыки 27 августа В 19.00 Также 27 августа В 20.00 В Томском Соборе Программа Называется Лукшина Дарс Молитва Сада Сад Молитвы Это В рамках 23-го Международного Фестиваля Духовной Музыки Выступает Известная Латвийская Органистка На мой взгляд Одна из лучших Органисток Кристина Адамайте И Риналд Калданцевич В программе Произведения Латвийских Композиторов Васкс Виттлс Мэдинж А также Классиков Это Орган Себастьян Бах И Сезар Франк Кристина Адамайте Будет играть Третий Хорал Сезара Франка Это Это Очень Яркое Произведение И Наиболее Грандиозно Масштабно Звучит Именно на Органе Домского Собора Билеты 10 евро Действуют Льготные Билеты Для детей И Льготных Категорий Граждан Кажется 50% Скидка 28 августа В 19.00 Также В Домском Соборе Международный Органный Фестиваль Рига Сдомс 2020 И Тут Очень Интересный Концерт Близкий Кстати По духу К нашему Гостю Концерт Полностью Импровизация Но На Органе Томас Леонард Органист Из Германии Будет Исполнять Импровизации В самых Разных Стилях От барокко К джазу Будет Использовать Различные Знакомые Темы И Менее Знакомые То есть Можно услышать Как можно Импровизировать Импровизация В эпоху Барокко Это Была Обязанностью Любого Органиста Церковного И Сейчас Многие Органисты Этим Отличаются Например Очень Яркая Латвийская Органистка Илза Рейне Всегда Играет Интересные Импровизации И пишет Музыку Ее Импровизации Можно послушать В богослужениях По воскресенью В церкви Святого Иоанна Где она играет На богослужениях И является Главной Органисткой Именно Она Сейчас Преподает Такой Сложный Предмет Как Импровизация В Латвийской Академии Музыки Но Вот Именно Наш Гость Алексей Колесников Также Мастер Импровизации Но Уже В скрипичной Музыке Алексей Как Долго Вы учились Это Навык Который Который Должен Как бы Это Талант Или это Все-таки Навык Который Можно Приобрести Как Вы Считаете Импровизация Ну Здесь Можно Так Погрузиться Если В этот Вопрос Можно Начать С Преподавания Вообще Музыки У меня В Москве Был Чудесный Педагог Елизавета Григорьевна Гинсбург Дочка Известного Гинсбурга Который Автор Советской Пианистической Школы Трактатов Да Он же Так же Написал Шесть Томов Посвящения Истории Музыки От Григорьевна Хоралов До Современной Музыки До Современной Классики Такой Всегда Интересный Разговор Ну Как Я Спрошу Елизавета Григорьевна Как Преподавать Она Говорит Ну Ты Понимаешь Есть Вот Дети У которых Есть Внутренние Ощущения Вот Эта Потребность Потребность В Импровизации В Игре Вот И Когда Ты Чувствуешь Что В Ребенке Это Потребность Есть Очень Легко Ему Всю Информацию Вложить Чтобы Он сам Занимался Сам Импровизировал Достаточно Ему показывать Просто С детства Я имею Ввиду То Что У меня В семье Музыкальная Всегда была Атмосфера Папа у меня Музыкант Фолклорист И Всегда приходили Друзья Импровизировали И Я все это С детства Слушал У меня Было Такое Ощущение Я конечно Был Готов был Тоже Импровизировать Чтобы Быть Похожим На друзей Отца На папу Как он импровизировал Вот так Это все идет С детства То есть Дети подражают Родителям Тоже хотят Играть Импровизировать Вот так Учился Потом я Уже дальше Пластинки Детские Мультики На пластинках Сказки Я все это Пытался снимать Как это называется То есть Выучить На слух Таким образом Вот Тоже Развивалась Такая Импровизация Обучение Игре На слух Кстати говоря Детей Тоже Очень классно Учить Таким образом И постановочным Каким-то Сложным Академическим Понятием Но Включая Какой-то Мультфильм Кино Когда дети Слушают Они пытаются Тоже Симитировать Симпровизировать Им помогаешь И очень Хороший Такой Учебный Процесс Получается После Когда ты уже Учишься В Академии Импровизация Никуда От тебя Не уходит Ты Все равно Чувствуешь Особенно Композиторов Барокко Особенно Цикл Вариации Вариационный Цикл Там Пасакали Личикона Когда Заданная Тема И потом На эту Тему Идут Цикл Вариаций Ты чувствуешь Что Вот это Вот эти Вариации Они более Созданы От Ощущения Импровизации Это Как в джаз Точно так Джаз Мануш Или Джаз Бибоб Есть Как бы Определенные Стандарты Их Миллионы У джазменов То есть Маленькая Фразочка И потом Эту фразочку Идет Очень Серьезная Интеллектуальное Варьирование Гармонические Подмены Где-то В барочной Музыке Этот Более Строгий Цикл У джазменов Это Более Сложный Цикл Тут Уже Идет Много Разных Септаккордов Скажем На каждой Ступени И уже Такой Интеллектуальный Подтекст Серьезный А Это А если Говорить Про Настроение Это Потребность Вот Хочу Импровизировать Мне Хочется Что-то Добавить Это Может Быть Штрих Ритм Это Может Быть Какая-то Трактовка Произведения Фантазия Ну Конечно Импровизация Здесь Разделяется На два Типа Еще Хотел Сказать Потому Что Есть Импровизация Которая Идет От Звука Она Больше Похожа На Медитацию Это Может Быть Индийская Музыка Какое-то Погружение В Импровизацию Да Здесь Ты Можешь Играть два Звука Вечность Потом Добавлять Третий Уходить В какой-то Другой Лад И Это Такая Медитативная Такая Импровизация А есть Импровизация Структурированная Ну Как Экспромт В театре Всегда Надо Импровизация Должна Подготовлена То есть Ты Имеешь Какую-то Определенную Структуру Гармоническую Ты Чувствуешь Ее Последовательность Вот И В таком Ритме Свинга Ты Какую-то Заданную Тему Ее Варьируешь То есть В общем Ты По сути Импровизируя В такой Структуре Ты Являешься Уже Композитором Разве Что Просто Не Пишешь Это В партитуре Ну Так В таком Ключу Дорогие Друзья Рассказывал Вам О Премудрости Импровизации Наш Гость Алексей Колесников Скрипач Мы вернемся В студию После Небольшой Рекламной Паузы И разыграем Билет На концерт В Домском Соборе Не отключайтесь Мы продолжаем Наш концерт Конечно Наша программа Культурная Среда У нас в гостях Скрипач Алексей Колесников А мы Разыгрываем Два билета На концерт В Домском Соборе Это уже Стало Замечательной Традицией Это 28 августа В 19.00 В Домском Соборе Международный Органный Фестиваль Ригас Домс 2020 И концерт Полностью Органной Импровизации За органом Мастера С Германии Томас Леонард Первый Позвонивший По нашим Уже даже Есть звонок Мне не пришлось Называть Телефон Алло Здравствуйте Добрый день Вы хотите Пойти на концерт Домский Собор Вы знаете Я давно Мечтала Потому что Я вообще Ни разу Там не была Вы знаете Это уж Не удивительно Очень многие Наши слушатели Почти каждую среду Звонят И говорят Мы ни разу Там не были Я счастлива Что вы впервые Попадете В Домский Собор Тем более К выдающемуся Мастеру Пожалуйста Пожалуйста После программы Позвоните По моему номеру Запишите 220-929-00 Я вам сообщу Как собрать билеты Всего хорошего Спасибо большое До свидания До свидания У нас У нас У нас Таде Грета Грант Не Авелина Калнани Это все Певицы Элиза Апиня Гитара Тома Устала Это фортепиано Из Швеции Кайса Мансево Бас Также Швеции Очень интересная Программа И очень интересный Зал На Зергу Ил Алексей Вы знаете Такой зал В концертном Да я слышал Я там Не был Не играл По адресу Знаю точно Да Ну и там Конечно Очень интересные Произведения Будут Которые Мне кажется Можно С большим Интересом Послушать Помимо Традиционных Джазовых Произведений Будут еще и Новинки Премьеры Этот фестиваль Как раз и Славится тем Что представляет Очень много Премьер На той неделе Была премьера Произведения Гея Кончели 3 сентября Слушателем Представляется Будет выступать Хор из Литвы Выступать будут В Рижской Церкви Святого Петра И Главный Дирижер Артур Домбраускис В произведениях Латвийская И литовская Духовная Музыка И закрытие Фестиваля Пройдет 5 сентября Уже В Рижском Домском Соборе И Наверное Вершина Духовной Музыки Это Иоганнес Брамс Немецкий Реквием И Это Произведение Которое Иоганнес Брамс Хотел Написать Сначала На смерть Своего Горячо Любимого Друга Композитора Роберта Шумана С которым Его связывала Тесная Дружба И Они Дружили Семьями Также С его Супругой Кларой Вик Шуман Скончался В 1856 Году Шуман Брамс Взялся За сочинение Написал Несколько Частей Реквием Но затем Откладывал Откладывал Это произведение И уже Толчком Для полного Окончательного Создания Послужила Смерть Матери Иоганнеса Брамса И тогда Он уже Написал Пятичастный Немецкий Реквием Почему Называется Немецкий Реквием Это Заупокойное Месса Обычная Исполняемая На католический На католический Канонический Текст Так Написал Свой знаменитый Реквием Вольфганг Амадей Моцарт Но Иоганнес Брамс Захотел Написать Немецкий Реквием Он взял Тексты Из псалмов Из Библии Из Нового Завета В переводе Мартина Лютера И написал Семь частей Это Очень ярко Интересное Произведение Для Двух Солистов Сопрано Баритона Хора Симфонического Оркестра И органа Такое яркое Произведение И мне кажется Очень редко Звучащее В Риге Прозвучит 5 сентября В Домском Соборе Не пропустите Дорогие друзья 2 сентября В Англиканской Церкви Где проводятся Регулярные Концерты Так называемые Пустейн Лайкас Концерты Это Произведение Это Концерты Вместо Обеденного Перерыва В Англиканской Церкви В 13.00 Каждую среду И в следующую среду 2 сентября Вместе с Кристиной Причиной Пианисткой Выступлю я Елена Привалова Кристина Исполнит Произведение Для фортепиана Людвиг Иван Бетховен Соната Номер 18 Фредерик Шопен Этюды Номер 9 и 12 Стоит отметить Что и Бетховен И Шопен Вложили Неоценимый Вклад В развитие Фортепианной Музыки Бетховен И писал 32 сонаты Которые входят В репертуар Буквально Каждого пианиста Начиная С музыкальной Школы И конечно же Колледж Среднее звено И высшее звено И конечно Это произведение Входит в репертуар Всех концертирующих Музыкантов Но А Шопен Фредерик Шопен Польский композитор Который прожил Всю жизнь Во Франции Вывел Новый жанр Этюды Раньше Этюды Были Можно сказать Ненавистным Жанром И до сих пор Являются У многих И пианистов И скрипачей Всех музыкантов Которые только Учатся в музыкальной Школе Этюды Это небольшие Произведения Для разработки Определенного Вида техники Или мелкой техники Или игротерциями Или октавами Также есть У скрипки Этюды Но именно Фредерик Шопен Вывел Этюды Сделал Художественными Это произведения Яркие Интересные И их буквально Все играют Уже в концертных Программах Это не является Чем-то умозрительным Это не является Просто Обычным Упражнением Это яркие Художественные Образцы И вот Этюды Прозвучат В исполнении Кристины Причиной 2 сентября А я исполню Такату Фогу Фа-мажор Иоганна Себастьяна Баха Это грандиозное Сочинение Продолжительностью От 15 До 20 Минут Почему так Объем Все зависит От темпа Это очень сложное Произведение Таката Звучит буквально Одна Таката 13 Или 15 Минут Очень яркая На громкой Звучности Фа-мажор И это произведение Вызвало Огромный интерес У музыковедов Дело в том Что в органах Во времена Иоганна Себастьяна Баха Педаль Ведь органисты Играют Также ногами Была Всего лишь 2,5 октавы До ноты Ре Иоганна Себастьяна Баха Именно В такате Фа-мажор Используется Нота Фа Это на 3 клавиши Больше Чем Да Ре И Искали Для какого же Органа Писал Это произведение Иоганн Себастьян Бах И выяснилось Что как раз Уже в те времена Стали строить Органы С расширенной Педалью Но вы только Представляете Друзья Даже уже Во времена Баха Появились Такие органы С более С более Расширенной Педалью А вот В англиканской Церкви Стоит Такой Жарган До ноты Ре И точно Так же В Домском Соборе И приходится Прикладывать Какие-то Ухищрения Для того Чтобы Исполнить Хорошо Это произведение Но вот Кстати Алексей Вот мы говорим Что 2 сентября Будут исполнены Этюды Шопена Какие Этюды Кроме Паганини Хотя Паганини Это каприсы Есть ли В скрипичном Репертуаре Тоже Этюды Которые Стали Представлять С собой Такую Художественную Ценность Как Этюды Шопена Этюды Листа Ну вот Пока ты Учишься В маленькой Музыкальной Школе Этюды Конечно Это такой Балласт Их надо Учить Надо Показать Продемонстрировать Домашнее Задание Учительниц И конечно Не вызывает Особых Интерес А потом Когда я Уже закончил Академию Этюды Мне вообще Очень нравятся Этюды И концертные И неконцертные А какие есть Концертные Этюды Скрипичные Есть Больше всех Писал Концертные Этюды Которые Исполняются Как концертные Произведения Венявский У Венявского Целый сборник И играют Их на бис Эти Этюды Помню Прекрасно Что я сам Играл На конкурсе Во Франкфурте На майне Играл Этюд Венявского Концертный Этюд И еще Этюды Выписывались И дуэтом Также Сопровождение На две Скрипки Венявский Витан Тоже Скрипач Композитор Тоже Этюды Которые Можно Элегантно Такая музыка Которую можно Исполнять Как концертные Произведения Я бы взял Даже Этюды Известные Этюды Такая вот Маленькая Библия Для детей Этюды Фриц Крейслер Крейцера Так Крейслер Не писал Этюдов Разные Композиторы Фриц Крейслер Сборник 24 Этюда Там Можно Любой Этюд Взять И сыграть Его на бис Он будет Как концертный Этюд Настолько Любимый Мой сборник Можно И дома Заниматься Репетировать Отрабатывать Любой элемент Какой-то Технический И в то же время Я даже Занимаюсь На тем Чтобы Можно было На бис В концерте Сыграть Какой-то Из этюдов Крейслера Они все Очень И художественно Написаны И эффектно И можно сказать Быстро И медленно Можно показать Технику На чем Работаешь И они Не надоедают Вообще Этюдов В сборниках Не должно быть Много В репертуаре Должны быть Любимые Такие Этюды Такие Опорные На которых Всегда можно Разыграться Их можно И в шутку Превратить И сыграть Легко Как миниатюру И сыграть Это как Можно найти Этюд По характеру Не уступающий Брамсу Концерту Брамса Это тоже Такие элементы В этюдах Рейсера Можно найти В чем Концерт Брамса Будет продолжительностью 25 минут А этюды Обычно Это небольшие Произведения Максимально 5-6 минут Но обычно Это миниатюры На 2-3 минутки Это именно Миниатюры Что касается Еще нашей Классической Программы Я забыла Рассказать Что в эту субботу В церкви Старой церкви Святой Гертруды Завершение Фестиваля Органной музыки Благотворительного Фестиваля И выступает Органистка Лариса Царькова Эти концерты Уже за пожертвования Так же Как концерты В Англиканской Церкви И кстати 9 сентября Через Полторы недели Через 2 недели Будет выступать Алексей Колесников Вместе С другой Выпускницей Московской Консерватории Ириной Валикжаниной У них Можно сказать Так Все равно Соло концерт Потому что Будет звучать Только скрипка И виолончель Алексей Что вы будете играть 9 сентября В Англиканской Церкви Да Концерт Соло концерт Так можно сказать На двоих На двоих Да Есть сольная программа У Ирины Валикжаниной Есть Ирган Себастьян Бах Я буду играть Партиту Ре минор В ней будет 5 частей Вот Последняя часть Как раз О которой я рассказывал Это будет Чикона Произведение Которое Одновременно Является И Отдельной Пьесой Которая Очень любят Пасторы С католической Конфессии И слушать Специально В своих Резиденциях Да Люблю Очень рассказывать Историю Скрипача Игудия Минухина Такого Ну такого Человека Культурного 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 Культурной Деятельни Не хочется Это Как-то Можно Заменить Наверное Такой Скрипач Просветитель 20 века Который дал Огромное Наследие В том числе И Свою школу И Импровизационный Такой цикл Вообще Своей биографией И своим Жизненным Путем Показывает Как нужно Развиваться Скрипачу Музыканту Он как раз Был любимцем У Папы Римского И приезжал И в резиденциях В католической церкви Там В Италии Играл Знаменитого Чикона То есть Чикона Это молитва У Баха И Остальные Четыре части Алиманда Куранта Сарабанда И Джига Это Четыре части Танцевальный Такой Цикл Все Все танцы Старинные Французский Танец Английский Танец Итальянский Танец Все это Бах Адаптировал Под светскую Такую Классическую Структуру То есть Адаптировал Характер Танцев Народных В чем Складывается Эта Адаптация Очень часто Такие танцы Светские танцы Которые писали Композиторы Эпохи Барокко Игрались При дворе Монархов И Яркий Контраст И ритмический И динамический Не принято Было Так это Выделять То есть Если брать Танец Джигу Например Английский Танец Танец Динамический Танец Вообще Празднование Морской Танец Да То есть Это танец Который Моряков И именно Уже Не светский То есть Не во дворах Не при дворах Исполнялся А в кабаках То есть Можно сказать Такой уже И неизменный Жанр Если Сарабанда Это Танец Многие Его называют Похоронным Танцем Да То есть И при дворах То Танец Знатных Особ И Алеманда А вот Джига Танец Простых Людей И Баху Удалось Сделать Сюиту Совместив Все танцы Вот Кстати Писал ли Кто-то Кроме Баха Вот такие Сюиты Партиты Для Виолончели Соло Для Скрипки Соло Есть ли Такие Еще Прецеденты Ну Вот Как раз Ирина Валикжанина Будет Играть Телемана Немецкого Композитора Тоже Который Долгое Время Работал В церкви Он был И священником Тоже Писал На религиозный Мотив И Он Как раз Писал Для Вилончели Сонату Которую Будет играть Ирина Ирина Валикжанина Соната Которая Написана Для Виола Дагамбы Предшественницы Вилончели Это тоже Цикл Принадлежащий Сюите Сюита Это Последовательность Последовательность Частей Так что Много Композиторов Которые Писали В цикле Были И народные танцы Которые Были Адаптированы В светский Манер И Конечно Такие Произведения Как Фолия Пасакали Чикона Которые Написаны Вариационно Я к сожалению Полностью Частей Именно Соната Не могу Перечислить Сейчас Тем не менее Именно Соната То есть Это концерт 9 сентября Англиканской церкви Интересен тем Что будет звучать Произведение Для виолончели Соло Для скрипки Соло А также Будут и дуэты Какой у вас Будет дуэт Объединяющий Такой концерт Правильно Похожих Сонат Будет еще У нас Произведение Которое Которое Мы сыграем Вместе Дуэтом Это Гендель Да Я забыл сказать Сокалия Соль минор Самое Наверное Самое Известное Произведение Гендель Написанное Для клавира Но Перелож Переработка Волончель И тогда По частотам Есть верхние частоты Есть нижний Средний регистр И звучит объемно Звучит как Небольшой камерный оркестр Хотя Играют всего два произведения Такое капелла В церкви Очень Мощная Сильная Акустика И Такие гармонии Целостность Все Прекрасно В этом произведении С шикарным Роскошным Финалом Пол Таких Коденционных Оборотов Много Самих вариациях И Кода Такая Я бы даже сказал Что это Абсолютно Современное Произведение Звучит ярко Динамика И мощь Это там все Есть В этом произведении Смотря на минорный Уклад Ну в общем Минорный лад В конце Такое торжество Финального аккорда Складывается впечатление Что А может быть И в мажоре Оно заканчивается Хотя все в миноре звучит Ну вот кстати Вы сказали Да Современно звучит Удивительное дело И в наше время Для большинства Слушателей Современно звучат Именно Бах Вивальди Гендель Это композиторы Эпохи барокко И они Именно сегодня Кажутся Наиболее понятными Слушателям Потому что Даже уже Классицизм И романтизм Такое ощущение Что Они уступили Дорогу Эпохи барокко Как думаете С чем это связано Почему именно Музыка барокко Настолько понятна Сегодняшнему слушателю Ну здесь Это уже Это такой вопрос Можно отдельно Наверное Целый эфир Выстраивать Ну буквально Я очень люблю Передачу Владимира Познера На первом канале Он пригласил Как-то Один раз Бориса Березовского Вообще Чудесного Пианиста Такого Ну победителя Конкурса Чайковского Вообще Такой международный Музыкант Которого знают Элиты музыкальные Не только Вот И такой же вопрос Познер ему задает И Борис тогда отвечает Ну мы сами Говорят Виноваты Мы немножко Должны эту тему Раскрывать Для слушателей То есть В романтической Филосической В музыке Классицизма Много таких Смысловых Философских Надстроек И у нас Много своих Таких Заморочек Много Много Трактовок Каких-то Своих Специфических Штрихов И характер Исполнения И Вообще Вот этот Международный Такой рынок Индустрия Переполнена Скажем Моцарта Очень-очень Много играет В Австрии В основном Как бы там Культурная жизнь Как правило Вот на виду Если так посмотреть Делится Вот И у Ганна Штрауса Вальса Да Целый фестиваль И потом Все остальное Заполняется Венскими Классиками Там В основном Моцарта Играют Бах В этом отношении Удивительно Прост Восприятии Потому что Там нет Широких Таких Широк Длительной Такой Классической Формы Экспозиция Реприза Разработка Реприза Где Одна Скажем Форма Один Такой Мелодический Тематический Материал Очень долго Долго Проходит Какую-то Эволюцию На протяжении Там Всей симфонии Где Вообще Такая Интеллектуальная Работа В принципе Слушать Такую музыку Тут нужно быть Нужно Определенное Настроение То есть Это Нужно Посвятить Себе Может быть Целый День Отвлечься Отложить Все дела Баха Можно Слушать Везде Можно Слушать В машине Когда Ты Ведешь Автомобиль Можно Ехать На Велосипеде Можно Слушать Это Под Хороший Обед Музыка Которая Состоит Из Небольших Фраз И Довольно Быстро Развивается Это Неуловимый Такой Поток Вообще Это Больше Похоже Знаете На Японском Музыка Это Мир Звуков Переводят Там Несколько Иероглифов Есть Мир Звуков Это Как Раз В Сторону Баха Только У него Такая Структура В общем Гармоническая Тоника Субдоминанта Домината Может Редко Как Уменьшенный Субдаккорд Но В целом Очень Легко Прослеживается Все Развитие И А Слушать Можно Бесконечно Я Не знаю С кем Можно Сравнить Музыку Баха Кстати По поводу Тоника Субдоминанта Доминанта Во времена Баха Его Паства Писали на него Кляуза В церкви За то Что он Использует Слишком Сложные Гармонии И Просили Не Использовать Таких Гармоний Которые Смущают Их Слух В хоралах При сопровождении Службы Ведь Организм Когда Всегда Предваряет Хорал Небольшой Прелюдий Иоганн Себастьян Конечно Использовал Уже Не только Традиционные Гармонии Но и Повел Барокко Гораздо Дальше Чем Он Находился В принципе Именно Поэтому Он И является Вершиной Барочной Музыки И Именно Баху Посвящен Кстати Мой цикл Все сочинения Иоганн Себастьяна Баха Концерт Стоится Ближайший 11 сентября Ковид Нарушил Все планы Алексей Колесников Гость Сегодняшней Программы Также Играет Очень много Музыки Иоганн Себастьяна Баха Это наверное Все таки Высший Композитор В иерархии Композиторов Но об этом Можно спорить И спорить Дорогие друзья Наша передача Подошла К концу Ходите на концерты Классической музыки В гостях у нас был Алексей Колесников Всего доброго До свидания До свидания